Всем привет, дорогие гости и подписчики моего канала! С вами Марина, канал Тару Даймонд Рим. И сегодня делаем очередной традиционный расклад карты дня. Будем рассматривать 26 февраля 2020 года и использовать для этого расклада будем две колоды. Это колода Тару Апокалипсиса. Очень яркая, красочная, интересная, ярко говорящая колода. И колода подсказок от ангелов-хранителей. Очень люблю эти колоды я. Вы, наверное, знаете уже, кто постоянно смотрит мои расклады. Я имею в виду подсказки от ангелов-хранителей, потому что это всегда очень добрые и очень-очень нужные подсказки именно в тот момент, когда нам это необходимо. Они приходят в нашу жизнь и указывают нам на те сферы жизни, которые действительно важны для нас и на которые нужно обратить внимание. Либо какие-то определенные акценты. Итак, четыре варианта сегодня, так же, как и всегда. 1, 2, 3, 4. Выбираем по номеру сердечко, либо по цвету сердечка, либо по той карте, которую я сейчас буду выкладывать. Определяйтесь с выбором по сердечку, либо по карте. Вариант номер один, номер два, три и четыре. Всегда слушайте свое сердце, свою интуицию и долго не задумывайтесь. Выбирайте тот вариант, который вам понравился, приглянулся сразу же. Сейчас буду выкладывать по подсказочке от ангелов-хранителей. 1, 2, 3 и 4. Если вам необходимо время для того, чтобы определиться с вашим выбором, поставьте, пожалуйста, видео на паузу. Не забудьте подписаться на мой канал. Если хотите получать уведомления о новых моих видео, то обязательно нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. А мы будем начинать. Итак, первый вариант. Синее сердечко. 10 мечей. Очень интересный аркан. Никогда не воспринимайте его как-то негативно, потому что этот аркан говорит о том, что сейчас отживает нечто в вашей жизни, то, что уже должно уйти в прошлое. Десятка мечей. Финита ля комедия. Все. Достаточно. Довольно. Некая ситуация. Что-то, происходящее уже давно в вашей жизни и, в принципе, подошедшее к концу, должно закончиться. То есть, десятка мечей – это завершение чего-то, это разрушение чего-то уже ненужного, уже отжившего. Знаете, очень часто мы держимся за то, что нам уже реально не нужно, что нас тормозит, что не дает нам развиваться, что не дает нам идти вперед и быть счастливыми. Так вот, этот аркан именно об этом и говорит, что вот оно, происходит разрушение, которое приведет обязательно к благу, к вашему обновлению, к вашему движению вперед, к своему светлому будущему, к счастью, к исполнению мечтаний ваших и так далее. Поэтому сегодня, в принципе, может завершиться какая-то ситуация в вашей жизни. Также, возможно, в общем, такая вот идет энергетика дня, что вы готовы некий процесс завершить, поставить точку, закончить что-то для того, чтобы идти вперед. Вот такой у нас аркан первый. И давайте посмотрим совет от ангелов. Мы развеем твои тревоги. Посмотрите, какая красивая колода. Прям картина, произведение искусства. Мы желаем, чтобы ты снова обрел счастье и радость, даруемые тебе Господом. Позволь нам позаботиться о твоих тревогах и избавить тебя от страданий. Помните о том, что ангелы всегда рядом. И в любой ситуации, когда вам кажется, что ну совсем, возможно, что-то очень тяжелое, либо безвыходная ситуация, ангелы есть всегда рядом с вами. И вы можете к ним обратиться, они обязательно помогут. И высшие силы. Второй вариант – белое сердечко. Аркан – отшельник. Очень красивый здесь, кстати, отшельник такой интересный, даже веселый, я бы сказала. Видите, эдакий шаман из северных народов. О чем говорит этот аркан? Сегодня день спокойной энергетики. Сегодня день, когда вам нужно заняться спокойно своими делами, возможно, своим внутренним миром, каким-то саморазвитием, заглянуть внутрь себя, своего сердца, своей души. Вспомнить о своих каких-то скрытых желаниях, возможно, стремлениях, которые в суете дней как бы уже закопаны очень-очень глубоко. Вам нужно их достать наружу и понять, что действительно для вас сейчас важно. То есть отбросить всю шелуху и осознать, что действительно есть то самое золотое зерно, драгоценное зерно, которое важно для вас. Вот такой сегодня у вас день, отшельник. Сегодня, возможно, вам не очень-то будет хотеться общаться, может быть, вам захочется побыть наедине с собой. И это очень даже хороший момент, и он очень-очень благоприятен для того, чтобы понять многие вещи, осознать их. Вот такой у вас сегодня аркан. Скорее всего, естественно, у вас не будет никаких увеселительных мероприятий, вы будете заняты собой. И своим внутренним миром, да не только внутренним миром, можете заняться своим телом, своей красотой и так далее. В общем, будьте самим собой сегодня. Совет от ангелов. Мы предотвратим беду. Не стоит ждать, пока ситуация вырастет в проблему или трагедию. Ты всегда можешь предотвратить беду еще до ее появления, благодаря тому, что будешь взаимодействовать с нами на каждодневной основе. Опять нам напоминают ангелы, чтобы мы к ним обращались, чтобы не забывая, что они всегда готовы помочь нам. Так, вариант номер три. Зеленое сердечко. Десятка жезлов. О чем говорит этот аркан? Ох, какой здесь мужчина нарисован сильный. Посмотрите. Прям настоящий силач, да, который может свернуть и пирамиды, и стены любые, и все что угодно, пробить свои энергии. О чем говорит этот аркан? Это аркан действий. Сегодня ваш день будет, скорее всего, наполнен какими-то действиями, возможно, ежедневными какими-то обязанностями. Может быть, в принципе, у вас будет много каких-то дел, которые вам нужно будет решить. Но вы будете полны энергии, вы будете сильны, вы будете способны решить все эти проблемы. В принципе, для вас это вообще не составит сложности никакой, потому что вы сильны как морально, так и физически. В общем, это такой день активных каких-то действий, может быть, и рутинных даже каких-то вещей, которые, ну, ежедневные какие-то вещи, которые вы должны обязательно выполнять. Сегодня вам нужно будет выполнить. Но в любом случае, это не день пассивный. Это не пассивная энергия. Это энергия активная, активных действий, продвижение вперед, решение проблем и так далее. Поэтому вот такая энергетика сегодняшнего дня у третьего варианта. Давайте посмотрим совет от ангелов. Мы избавим тебя от сомнений. Позволь нам раздуть пламя дивного огня твоей души, чтобы ты мог продолжить свой жизненный путь без сомнений, преград и компромиссов. Замечательный такой совет вам. Прислушайтесь обязательно троечке. Очень мудрый совет, как и все советы от ангелов-хранителей. А мы переходим к четвертому варианту. Желтое сердечко. Вуаля! У нас колесо фортуны. Это старший аркан. Так же, как во втором варианте у нас старший аркан. В четвертом варианте также идет старший аркан. Сегодня день довольно важный для вас. То есть это необычный день, будний, который пролетит и все, и вы забудете о нем. Нечто серьезное будет происходить. Возможно, какие-то события, которые действительно повлияют на вашу жизнь. Знаете, этот аркан в первую очередь говорит о том, что что бы вы ни делали, к чему бы вы ни стремились и какие бы планы вы ни строили, все равно все произойдет по велению высших сил. То есть не всегда то, чего мы хотим, к чему стремимся, каких результатов ждем. Это действительно нам во благо. Здесь вмешиваются высшие силы и делают свои корректировки. И вы в итоге получаете именно тот результат, который наилучший для вас. Также этот аркан может говорить о том, что вы можете получить внезапное известие какое-то неожиданное, на которое вас обязательно порадует. По крайней мере, я очень надеюсь, что порадует. Потому что это очень позитивный, хороший аркан. И вообще сегодня удача на вашей стороне. Сегодня вы удачливы. Можете сыграть в лотерею, можете какое-то начать новое дело, можете рискнуть. И, скорее всего, да точно, судьба вам улыбнется. Конечно, можно трактовать этот аркан как избушку на курих ножках 50 на 50. Не знаете, чего ждать от этого колеса фортуны. Но если вы настроены позитивно, если вы всегда оптимистичны и полагаетесь на волю небес, то, конечно, все будет только вам во благо. А в любом случае все будет вам во благо. Потому что все, что в нашей жизни происходит, все во благо. Вот такой сегодня интересный у вас аркан четвертого варианта. И давайте посмотрим совет от ангелов. Мы поможем тебе раскрыть свою силу. Твоя сила сравнима с силой Господа и никогда не иссякнет. Конечно, потому что все мы дети Господа. И в каждом из нас Его искра, Его сила, Его дыхание. Поэтому никогда эта сила не иссякнет. Помните просто об этом. Никогда не унывайте. Даже в сложные периоды вашей жизни помните о том, что у вас всегда есть поддержка высших сил и Господа Бога. Огромное спасибо вам за то, что были со мной сегодня опять. Если мое видео вас развлекло, было вам полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю отличного дня и только самых позитивных энергий. Спасибо еще раз всем. Пока-пока. До завтра.